Обычно, когда мы говорим часы от Xiaomi, то представляем нечто под брендом Amazfit. Сейчас же компания выпустила первые собственные фирменные умные часы Mi Watch. Можно загореться уже, да? И вроде бы красивый дизайн, яркий дисплей, даже есть NFC для оплаты, но с ними определенно что-то не так. Это Дроидер, с вами Борис Визенский. Давайте разбираться. Первый обзор Xiaomi Mi Watch. Погнали! Первое, что нужно знать. Mi Watch многими позиционируется как убийца Apple Watch. Но на самом деле, на данный момент часы вообще не работают с iPhone. Дело в том, что пока гаджет выпущен только для китайского рынка, и чтобы активировать их, нужно поставить аж несколько приложений. На Android это сделать тоже не так уж легко, но об этом чуть позже. Итак, корпус. Вы, наверное, уже заметили, что гаджет, не стесняясь, копирует дизайн часов Apple. Слева микрофон динамик, справа колесико и программируемая кнопка, на которую можно забить какое-то приложение, например, фонарик. Снизу пульсометр. Сверху прямоугольный дисплей. В общем, издалека спутать с Apple Watch очень легко. Но, во-первых, рамки вокруг дисплея достаточно большие. Во-вторых, когда крутишь колесико, чувствуешь вибро, и это дешевая дребезжащая вибро, а не Tartic Engine. Ну и в-третьих, сам корпус достаточно толстый, больше большинства часов, которых я видел, и странно как-то это. Сами материалы классные. Алюминий, стекло, и ощущения от них прикольные. Но то, как все это вместе собрано, создает впечатление, что перед нами какая-то удешевленная, упрощенная версия Apple Watch. Экран. Он достаточно прикольный. 1,78 дюйма, AMOLED суперконтрастный, Gorilla Glass 3. И есть поддержка Always-On Display, что прекрасно, вы всегда видите сколько времени. Что меня расстроило, так это четкость изображения. Вроде бы как номинально здесь достойные 326 ppi. Но на самом деле, когда ты смотришь, картинка мыльная. Может быть, это связано с тем, что начисто смотришь ближе, чем на смартфон, и все это бросается в глаза. Но факт есть факт. Но самое интересное в этих часах происходит софтом. Они работают на Android Wear OS, поверх которых стоит специальная версия MIUI. И у этого есть несколько последствий. Во-первых, полная мешанина с языками. По умолчанию часы полностью работают на китайском. Вообще все на китайском. Но если ты на смартфоне поставишь язык системы английский, то основная часть интерфейсов будет все-таки на английском. Но все приложения и все дополнительные системные символы все равно останутся на китайском. Но это еще не все. Часть контента все-таки будет отображаться на русском. Например, уведомления. И их действительно можно читать, и это достаточно удобно. Но ответить на них тоже не получится, потому что русскоязычный ввод не работает. Во-вторых, чтобы подключить часы к смартфону, надо пройти, ну, такой полчасовой квест. Сначала поставить приложение от Xiaomi, которое скачиваешь по ссылке. Потом поставить приложение Wear OS, причем не то, которое в Google Play, а какую-то специальную ПКшку надо искать другую. В общем, веселые танцы такие. Ну и в-третьих, здесь нет Play Store, только магазин Xiaomi, поэтому приложение из магазина Google установить тоже нельзя. Точнее, есть какой-то хитро повернутый способ заливать АПКшки прямо с телефона на часы, но, к сожалению, тоже не все ставятся. Собственно, Play Store у меня тоже таким образом не установился. Минутка личной истории и рекламы. Может, кто-то знает, я учился в Бауменке на разработчика ПО и железок, и уже после учебы и пары лет стажа программистом решил кардинально сменить деятельность. Так что уверен, что наоборот это тоже работает. Кем бы вы ни были, фотографом, бухгалтером, продавцом, таксистом или шахтером, не бойтесь пробовать и проверить самостоятельно, нравится вам программирование или нет. Тем более, что сейчас есть такие замечательные штуки, как Яндекс Практикум. Это сервис онлайн-образования, который позволит вам освоить самые востребованные на текущий момент профессии в сфере IT. Это веб-разработка, фронт-энд, дата-сайенс, аналитика данных и так далее. Список специальностей постоянно расширяется. Мне, как гаджетоману во время классического образования, не хватало возможности пощупать вживую те технологии, которым нас учат. Видите, что вы со мной сделали? Поэтому, в отличие от традиционного подхода, в Яндекс Практикум вы с первых же уроков будете решать прикладные наглядные задачи, сформулированные понятным человеческим языком. При этом, если вам что-то будет непонятно, вас никто не бросит, вам всегда подскажет живой человек, ваш наставник. И что мне особенно нравится в этом сервисе, так это то, что у вас есть возможность бесплатно пройти вводный 20-часовой курс обучения по всем предложенным специальностям и самому определиться, подходит ли вам эта профессия или нет. Еще раз, бесплатно нужен только комп, браузер и, в общем-то, больше ничего. Бери и пробуй. И теперь горяченько. Тому из вас, кто первый пройдет бесплатный курс по одной из профессий Яндекс Практикум, ребята подарят Яндекс Станцию. Так что, если хотите сменить сферу деятельности, сейчас самое подходящее время, и поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, чтобы мы вас нашли. Удачи! Однако, в плане интерфейса много удобных вещей от Wear OS здесь все-таки имеется. Свайпнем сверху и увидим уведомление, которое, как я уже сказал, отображается на русском. Есть несколько очень симпатичных циферблатов, правда, многие из них явно спертые у Apple Watch. Управление музыкой также удобное, и доминирование китайского языка его не портит. Свайп слева отображает нам рекомендации от китайского ассистента Xiao, ничего не понятно. А свайп справа просто карточки, которые можно настроить, и большинство из них тоже на китайском, и тоже ничего не понятно. Нажатие на колесико отображает список всех установленных приложений, их здесь уже дохрена, из того, чем я смог воспользоваться. Например, китайские карты. Ну и, конечно, есть фитнес-возможность, пульсометр, шагомер, определение видов активности, и все дела. Ну и я думаю, что все проблемы с языком и Google сервисами будут исправлены в глобальной версии часов, правда, когда ее представят, непонятно. Есть случаи, что это произойдет уже в следующем году на выставке «Мобильный конгресс в Барселоне». Но я хочу сказать спасибо магазину BigGeek за то, что ребята нам оперативно привезли эти часы на обзор, чтобы мы вам их показали. Респектушечка. В целом, интерфейс не то чтобы летает, но и логучим, я его назвать не могу. Часы работают на чипсете Snapdragon 3100, специальном для мобильных портатив, носимых устройств. И давайте уж про характеристики, это любопытно. Здесь 1 габайт оперативки, но интересно, что есть целых 8 гигов хранилища. Можно на часы загрузить кучу музыки и, собственно, бегать, слушать. Соответственно, есть GPS и даже поддержка электронной симки, которая у нас, естественно, тоже пока работать не будет. Из неожиданного, Bluetooth почему-то версия 4.2, а не 5.0, более экономичный. Ну и, конечно, NFC-модуль — это одна из главных потенциальных фишек часов, и первый вопрос, который хочется задать, а работает ли Google Pay? Я чистосердечно попробовал все способы установить приложение Google Pay на эти часы, но, к сожалению, оно просто не устанавливается. Есть встроенное приложение Alipay, в котором можно активировать китайскую карточку, если она у вас есть. Батарейка достаточно большая, 570 мАч, видимо, она и занимает большую часть корпуса, и в плане жизни, по первым ощущениям, я думаю, что часов будет хватать, примерно, как и любых других, где-то на полтора дня активной работы. Что интересного есть в комплекте? Ну, во-первых, магнитная зарядка, которая, кстати, заряжает не очень-то быстро, и любопытно, что положили сам блок питания, не часто это встречается с носимыми гаджетами. Но что меня удивляет больше комплектации, так это цена, которая в Китае начинается от 185 долларов. И да, это, конечно, дешевле, чем последние Apple Watch пятой серии, которые стартуют от 400, но, блин, слишком много вопросов к этому девайсу. Пока Xiaomi Mi Watch выглядит как очень сырой продукт, по крайней мере, для европейских рынков. Есть целых 4 глобальных вопроса. Поддержка языков, кроме китайского, возможность использования Google Play и приложений из него, громоздкий корпус и цена, ну и плюс с айфонами часы еще не работают. В общем, в целом, пока пользоваться часами вполне себе невозможно. Единственное удобное, что можно делать, это управлять музыкой и читать уведомления. Отвечать, как я уже говорил, нет. Но более того, я не понимаю, для кого они сделаны, потому что внешне девайс выглядит как копия Apple Watch, но плохая копия, которая продается на китайском рынке от какого-нибудь ноунейм бренда, а не от крупной международной компании. В общем, неплохая попытка Xiaomi, но нет. При всей моей любви к компании, я не могу кому-либо рекомендовать эти часы. Возможно, через какое-то время появится вменяемая прошивка. Или мы дождемся глобальной версии, которая решит часть вопросов, но сейчас это просто достаточно неадекватный брусок алюминия на руке. А с вами был Борис Единский, я это Дроидер. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы какими-нибудь часами на Android Wear OS и каким, потому что тема немного недораскрыта, а гаджетов вышло уже достаточно много. Интересно в этом надо разобраться и понять, что нравится вам. Спасибо, что посмотрели это видео. Это был обзор Xiaomi Mi Watch, первых умных часов под брендом Xiaomi. И увидимся в других роликах. До встречи в будущем. Ну и забудьте подписку, лайк, нажать колокольчик, все дела. Вы видели? Ну, на самом деле, не в этом был мой сюрприз для всех, кто досмотрел до конца. Не в том, что Борис скинул кружку, а в том, что на эту неделю у меня запланировано уже куча интересных съемок. Часы мы сняли. Также я расскажу вам о уникальных беспроводных наушниках. Это вкладыши, но не затычки, в которых есть шумодав. И это прям офигеть как интересно и необычный был опыт. И я обязательно с вами поделюсь. Не пропускайте.